Требуется продавец, пекарь и кочегар. В деревне Белушье, где фактически проживает 15 человек, временно закрыли магазин и пекарню по причине дефицита кадров. Пекарь и продавец ушли на пенсию, кочегар перешел на другую работу. Трудиться в торговом предприятии среди сельских жителей некому, поскольку в основном все они люди пожилого возраста. Закрывать предприятие в деревне не собирались. Запасов угля хватит на две зимы. Здание магазина и пекарни в Белушье – одно из лучших в округе. По словам председателя Пешского потреб общества Любови Шубиной, они с радостью примут на работу людей из других поселений, но пока желающих нет. Поэтому на сегодняшний день там некому работать. Потому что у нас там кочегарка, в кочегарку никто не хочет идти, потому что там все пенсионеры живут. А из нижней пеши, вы знаете, мы здесь продавца не можем найти. А в Белушье, ну, просто разкачутся. В Центр занятости мы не обращались, потому что там бесполезно обращаться. Если мы в Центр занятости обращались по продавцам, по нижней пеше, и обратилась всего три часа за полгода. И когда слышали условия жизни для нижней пеши, то мне тут же говорили все до свидания. А как себе представить, если откуда-то приедут в Белушье, это даже немыслимо и нереально. Готовя этот сюжет, мы выяснили, что о свободных вакансиях продавца, пекарей и кочегара в Центре занятости действительно не знают, потому что никакой информации от работодателя к ним не поступало. А между тем, по словам директора Центра занятости, на учете по безработице в учреждении как раз стоит житель Белушья со специализацией кочегар. Включиться в решение кадрового вопроса малонаселенной деревни планирует и глава муниципалитета Галина Смирнова. Сейчас будем выходить на окружную администрацию, на экономический отдел, чтобы, может быть, по малому бизнесу кто-то согласится выполнять работу по выпечке хлеба на дому, как-то вот так вот решать вопрос. Пока в деревне решают кадровый вопрос, без продуктов жители Белушья не останутся. Самопотребка операции организовала бесперебойное снабжение селян всем необходимым. Еженедельно жители формируют заявку и по мере необходимости продукты отправляют снегоходами из Нижней Пёши в Белушье. За последние восемь дней продукты завозили дважды, несмотря на то, что удаленность населенных пунктов друг от друга составляет 25 километров по зимней дороге. Кроме того, в деревне есть частный предприниматель, который и раньше занимался торговлей продуктов. Ирина Цепитова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова